Поэтому пока ничего. Какая урожайность была? Низкая урожайность. Нас засушила засуха, получилось 17,7 центнера с гектара. А хороший урожай, сколько он считается? 25, 30? У нас были годы, когда мы получали урожайность 40 центнеров. 46 было урожайность. А в этом году уже 3 года, во-первых, конечно, может нехватка средств и удобрений, но в основном погодные условия очень крепко нас бьют. Даже 3 года назад 27-29 было. В этом году есть колхоз прогресс, у нас 34 центнера с гектара урожайность. И в этом году у нас что подвело, это озимая рожь. Яровые вышли 25-27, ячмень у нас был 33 центнера с гектара, а вот озимая рожь дала 12-11. А причем вот, что я разговариваю, я прошу прощения, я разговариваю с руководителем Николаем Николаевичем. Мы ездили с ним недавно в Германию, время было пообщаться. Он ведь знает причину, и он прогнозировал результат. Но иногда бывает так, что человек бессилен. Вот те кредиты, те авансы, которые выдаются в счет будущего урожая, они ограничены. И вот ему надо гадать, то ли эти денежки на удобрения, а в наш песчаный грунтик, если не вложишь, то, конечно, не получишь. Или на потраву ядохимиката, куда эти деньги есть. Вот возьмет этот кулак и не знает, что делать. И вот он выбирал, рисковал, туда, куда вложил деньги, там успех. А там, где не было не вложено, он и знал, что так будет. Но что делать? И еще вот момент. Вот мы были в Германии, конечно, поля идеальные. Колоссовые стоят, это как ковер. Вот стена, ни одной соринки, ничего. Я у него спрашиваю, ты бы мог? Это для меня, говорит, ничего здесь нового нет. Вот дайте мне такие возможности, вернее, дайте возможность заработать. Он не ждет пока, кто это ему даст. Да, заработать. Сегодня его заставляют там гектары, чтобы было обязательно. Вот то, что иногда бывают и сроки. Ну, все же мы, чиновники, хотим, чтобы рапорт наверх прошел красивый, спокойно спать. А может быть, действительно, вместо 500 гектаров заседить 200, но вложить туда, как положено, и взять все, что мы с 500 берем. И у меня такая абсурдная мысль проявила, говорит, мы приедем, Николаевич, я попрошу представителей сполкома, на следующий год давай вот тебя, вот эксперимент проведем. Разрешим тебе не то, что навязываю сверху, а то, что ты считаешь, ну что бы взять. Но что другие хозяйства тебя подстраховали. Ну, вдруг ты в чем-то там проиграешь, чтобы тебя не подвесили за рыбу. Ну, это, конечно, мечты, мечты. Тем провести эксперимент. Просим разрешения. Я выйду, но меня посчитают немножко чок. Ничего страшного, это все, кто считают. Да, Белая Ворова трудно быть, и я попытаюсь. Ну, это я знаю. Вы понимаете, насколько консервативно все ходят? Не первый. А где вы ее взяли? Ну, это технология уже давно у нас. Советского периода. Ну, вы не знаете, откуда ее взяли? Не знают, конечно. Ну, конечно, я не инженер, вы об этих вопросах. Понятно. Дело в том, что полтора года назад, два года назад, даже у речи Лугушенко прозвучало, что будет определено по Гомельскому, по Гомельскому области, четыре или пять этих таких предприятий, точек, где будет собирать, будет подрабатывать для того, чтобы, ну, хорошее белковое кормовое сырье для производства комбикормов. Ну, пока нам ничего, это не дошло до нас. Да дело в том, что, мне кажется, если кто-то для меня будет делать, то он же не дурак, он для себя будет выгоду иметь, а для меня это не выгодно. Сегодня надо, чтобы максимально дешевле продукция была. Вот, мне кажется, вот здесь собака задает. Поэтому мы работаем на своей старенькой сушилке, все как положено. Я вам, как уже говорила, была она на соляре, перевели на дровяное отопление сушилку. И в чем вы высушиваете, в початках или в зерне? Початки. В зерно. Початки здесь. А, ну, початки. Вот, вот сюда вот люки вот выходят. Ну да, а потом... А потом, да. Там есть шевушилка, так сказать. Да, да, да. Так, ну, у вас идет на семена. Да, семена. Значит, у вас еще мягкая обработка идет, да? Ну, и по сушению. Ну, и по определенной кондиции, естественно. Ну, понятно. Они ведь гарантируют качество. Чтобы не пересушить, там температура следится строго. Семена у вас, сколько вы еще не убирали? Нет, еще еще. В прошлом году было? Еще еще нет. Были. Сколько вы собрали? Ну, круглом. В прошлом году у нас было 27 тонн семян всего лишь. Но были годы, что у нас было по 100 тонн семян. А вы то, что доводите до кондиции, это отдаете, продаете? Или у вас госзаказ? Или вы себе только? Нет, у нас госзаказа как такового на кукурузу нет. Мы на продажу району и себе на семена. А что-нибудь остается? Куда остается? Ну, допустим, своим же коровам там или... Зачем коровам? Коровам отходы только идут. Нет, так я говорю, что-нибудь остается. Отходы, да. Отходы от сортировки, от сушки. В этом году вот руководство хозяйства и руководство райисполкома достигло такого консенсуса. Значит, ну, многие хозяйства, не секрет, конечно, недееспособны. И, в принципе, даже не могут проплатить. И чтобы ему не в обыдок работать, ждать пока рассчитается. Бюджет районный подстраховал его. Если хозяйство какое-то неспособное будет ему, то за счет бюджета. Но деньги в него будут. То есть он... Гарантированно получит... Плохо, конечно, да. Есть у меня такие предложения. А, предложения? Да. Что это здесь определяли? Шахтная сушилка была. Зерна. Да, зерна. Там коммуникации остались. Или растащили? Нет, остались. Нет, тут все осталось. Вот я уже радует. А вот, к сожалению, у нас, значит, поэтому и президент раскинает. Это мини-зерна, как будто бы это ум большой. Да, да, да. Это да. Это да, да, да. Я и говорю, что это не очень здорово. Мастерские, машинный двор. Это наш зал мастерскими. Алексей Николаевич. Добрый день. Не проходите, милор. А поскольку никого... С высшей шелона нет, да? Нина Ивановна здесь. Нина Ивановна, вы пристаньте. Я, правда, Айла Алексей Николаевич, наш заведующий ремонтным мастерским. Здесь вот эта ремонт мастерская, вот у старой у нас ремонт мастерская. Ну, там гаражи для машин, там для комбайнов. Ну, и техника стоит, вся лошадка. Стоит или работает? Уважаемые друзья, ну, чтобы мне время... Акономить, потому что... Техника работает. Конечно, у нас такой, как бы, образ, это мехдвор колхозный, это песок, колдобины, беспорядок. Ну, здесь относительно, видите, приятно посмотреть, и механизатором хорошо работает. Двор чистый, ровный. Все в системе расставлено, где-то отходные материалы, где действующие, где под ремонт. Решены вопросы тепла, где и медленные. Какой был вот у комбайнера, вот вы можете сказать, сколько заработал хотя бы один человек? Так, ну, есть по 350. В месяц? Не в месяц, это... Извините, да, это я уже заехал, да, за 10 дней, как правило, ну, будем считать так. 200, 80-290. 80 процентов. А это хозяйство одной, самой первой закончила уборку у себя и помогали... С 12-го у нас уборка началась, где-то 20-ка уже... И помогали соседям. А вообще, какая зарплата у вас? Ну, сейчас это уборочная сезон. Я же вам сказала, средняя зарплата 107 тысяч. 107 тысяч. У вас зарплата невысокая? Высокая, да не, невысокая зарплата. Ну, кому-то надо 10. У него тоже до 100 тысяч зарплата. К сожалению. К сожалению, мы не можем... Получается... Нет у нас возможностей, чтобы поднять тарифную сталку, вот эту, которую... У вас, наверное, выручают такие пособные свои хозяйства. Вы знаете, что только хозяйство мало работает. Да, это тоже не хватает. Ну, вот скажите... Ну, я думаю, там надо круглые сутки поработать. Сегодня тонна сена стоит 150 тысяч. Вот и думаете, корове надо 3 тонны. Вот 450 при 100 зарплате. Как? На полтора месяца. Если он целый день на работе. Сена заготовится милая. Вот и думаете, как нам легко. И вот эта цена, по которой у нас сегодня закупает государство, по 200 рублей за литр. Вот, соизмерим али с стоимостью кормы. Вот и все. Самолет, а пессимист и парашют. И то и другое надо. Идет оптимист, а за ним два пессимиста. Кожаную куртку. Я думаю, что украшения. Да, украшения. Старого никому не нужны. Наследники, как правило, уезжают в город. И все. Земельку, которую при доме, мы раздаем. А дом остается единственное, что заколотить. В лучшем случае, окна и все. Вот поэтому... А здесь селенцев нет? Есть. Они живут в благоустроенных, добротных домах. И сколько у нас по территории домов таких? 143. Всего 663 хозяйства в сельском совете. И 143 дома пустуют у нас, заколочены. Вот такие вот, которые мы потихонечку разбираем, вывозим на дрова. Но и то, это длительный процесс, который хотелось бы нам ускорить. В течение трех лет мы не имеем права к этому двору, к этому дому подходить. Потому что это длительный процесс, который появляется в наследник. И потом, вы знаете, выставляют обморочек, выставить забор, который валится. На это денег у нас нет. И поэтому потихонечку все рушится. И приходит негодность. И третий вариант есть. Найти людей, которые бы приехали и пустили корни там. Можно создать условия для людей, которые бы приехали. А приезжают к вам иногда так вот, бывает, что интересуются. А, вы знаете, и так откровенно, не для телевизора может быть. Приезжать не лучше. Ну, как обычно. А, перекати в поле. И столько проблем потом создают, что... Это, как правило, дети у них, это потенциальные претенденты на правонарушения, преступления. И сами то же самое. Хорошее, оно везде хорошее. И сегодня уже хорошим никто не бросается. Да и во все века это было. Но, к сожалению, тут надо обратно. Чтобы пригласить хорошего, надо, конечно, ему предложить стоящие условия. Это однозначно. И приедут достойные люди, конечно. Хотя бы вот такой компетенш, как вот здесь, который вот здесь строится. Это же прекрасно. То, ради чего мы ездим. Грузное поле, вот это... Семеное участок. Работать на весь район. И на экономику хозяйства. Семеновой клин. Грузный. Семенной. Это хозяйство. Ждет нас всех. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...